Крим Крим легендарный рок коллектив из Британии Хотя группа просуществовала немногим более двух лет Их влияние на развитие рока очень большое Как в конце 60-х, так и после распада группы Конечно, в названии «Сливки» есть некая претенциозность Но если уж российская попса этого не постеснялась То что уж говорить о трех виртуозах британской сцены Образованная в 66-м году трио Крим Представляла собой первый образчик так называемой супергруппы То есть группы, сплошь состоящие из уже прожженных и прославленных музыкантов Эту группу невозможно представить без гитариста Эрика Клэптона Басиста Джека Брюса и барабанщика Джинджера Бейкера Свой путь в начале 60-х Клэптон начал еще в группе «The Yardbirds» В которую помимо него входили и другие будущие звезды Джимми Пейдж и Джефф Бэк Именно в ней он обрел свою первую славу Затем в 65-м году Клэптон уже состоял в коллективе «The Blues Breakers» Под руководством Джона Миева В который продолжал оттачивать свои гитарные навыки Как итог, уже к тому времени многие считали Клэптона богом Что весьма удачно писали краской на станциях в лондонском метро А также, ни больше ни меньше, лучшим английским гитаристом тех лет В той же группе «The Blues Breakers» Хоть и ненадолго успел засветиться Джек Брюс Будущий басист Крим Его послужной список был не менее внушительным, чем у Клэптона Манфред Манн Группа Алексиса Корнера Крестного отца британского блюза Из-под крыла которого вышли Rolling Stones А также Грэхэм Бонд Организэйшн Именно в этой группе вместе с Джеком Играл и барабанщик Джинджер Бейкер Последнее звено Великой Троицы Крим Бейкер к тому времени был больше известен как джазовый барабанщик И, соответственно, играл во многих джазовых коллективах Все трое хотели вырваться из границ стандартов, создав свой собственный проект Который даст им большую инструментальную и импровизационную свободу В июле 1966 года Клэптон познакомился с Джинджером Бейкером Который, как уже говорилось, был барабанщиком группы Грэхэм Бонд Организэйшн В этой группе Бейкер чувствовал себя неуютно И устал от пристрастия лидера группы Грэма Бонда К наркотикам и приступам психической нестабильности «Джинджер приехал посмотреть, как я играю с Блюз Брейкерс После концерта он отвез меня обратно в Лондон на своей машине Он сказал мне, что хочет создать группу И я тоже думал об этом» Вспоминал впоследствии Клэптон Эрик уже давно думал совершить побег Поскольку ему хотелось свободы А в группе Джона Миола о творческих полетах известно было немного А вернее совсем ничего Роль главного вокалиста и бас-гитариста в новом коллективе Клэптон решил доверить Джеку Брюсу Нетрудно догадаться, что троица хорошо знала друг друга еще до Крим Единственное, чего не знал Клэптон Так это о давней вражде Брюса и Бейкера Парочка успела поссориться еще во времена совместного музицирования Грэхэм Бонд Организэйшн На предложение Брюса играть потише Бейкер метнул в него барабанные палочки А в ответ полетела бас-гитара Все закончилось мордобоем и уходом басиста из группы Однако идея создать свой собственный коллектив была такой притягательной Что бывшие недруги смогли на какое-то время зажать свои фолликулы в кулак По воспоминаниям Джека Брюса Джинджер и я несовместимы Но возможно из-за наших болезненных взаимоотношений Мы были самой горячей ритм секции, в которой я когда-либо играл Имелось что-то между Бейкером и мной, что разжигало пожар После того, как Клэптон узнал о скандале и взаимоотношениях между музыкантами Он не изменил своего решения Выдвигая это требование единственным условием своего пребывания в группе Бейкер на все условия согласился и даже сделал невозможное Он решил помириться с Брюсом Однако эта наигранность ни к чему хорошему не привела Именно этот конфликт в будущем станет одной из причин распада коллектива Конечно, группа из столь самобытных и своенравных музыкантов Была изначально обречена на распад Музыканты соревновались, кто из них является лучшим Они хотели доказать свое превосходство друг перед другом Они показали, что каждый инструмент в группе самоценен И солировать может не только гитара К примеру, Джек Брюс развеял миф о том, что бас-гитара Это исключительно аккомпанирующий инструмент Своей игрой он не только вместе с барабанами создавал ритм-секцию Но и творил отдельные, по-настоящему поражающие воображение вещи Порой именно его бас-гитара задавала тон всей песни Это сейчас, когда мы имеем кучу подобных прецедентов Это не кажется нам чем-то таким уж необычным Но тогда это было действительно новое слово в музыке Именно Джек Брюс окончательно создал и закрепил в истории рок-музыки образ басиста-творца А Джинджер Бейкер по праву занимает свое место в списке самых лучших барабанщиков всех времен Его игра не была похожа ни на чью-либо еще В партиях Бейкера было много африканских элементов Что в совокупности с музыкой Брюса и Клэптона вводило в состояние транса Хотя барабаны Джинджера можно спокойно слушать отдельно Настолько они отчетливы и изощрены в каждой песне К тому же Бейкер первый, кто стал устраивать продолжительные барабанные соло на концертах Его партии и так всегда отличались особой сложноустроенностью и нестандартностью Но во время подобных импровизаций он с концами пускался во все тяжкие и показывал все, на что был способен На первом альбоме даже вышла сочиненная Бейкером композиция Как раз содержавшая такое соло и впоследствии ставшая любимым для Бейкера моментом на концертах Когда он мог продемонстрировать свой талант барабанщика В будущем импровизации ударников стали неотъемлемой частью многих рок-представлений А такие мастера барабанного соло, как Джон Боном и Йен Пейс Явно вдохновлялись первооткрывателем Джинджером Бейкером Во многом группа стала знаменитой благодаря своим огромным продолжительным импровизациям На двадцать и больше минут во время концертов Легенда гласит, что однажды, когда публике так понравилось выступление Крим И она не хотела отпускать группу со сцены Постоянно прося сыграть на бис, Клэптон в недоумении спросил Что же играть? Толпа ответила, что угодно И с тех пор каждый раз они превращали свои короткие альбомные песни в нечто гигантское и размашистое Настоящее состязание виртуозности музыкантов Это опять же позже нашло отклик в хард-роке Который всегда славился своими длинными гитарными импровизациями В джазе подобные импровизации были нормой Но для рок-сцены это было свежо и ново Лишь спустя время самовлюбленный выпендрешь рок-музыкантов И зарядно поднадоест и вызовет протест в виде панка А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте Там я собираю все треки из роликов А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме Поэтому если вы считаете, что мой труд достоин поддержки Помочь мне вы можете через сервис Boosty Также веду страницу на Яндекс Дзене Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там Все ссылки оставил в описании под видео На широкую публику коллектив выступил в 1966 году Это знаменательное событие произошло на Виндзорском джазовом фестивале Выступление нового коллектива вызвало настоящий фурор у публики В том же 1966 году музыканты презентовали первый сингл За главный трек занял 34-ю позицию в английском чарте Правда, огромной неожиданностью для поклонников было то, что песню отнесли к поп-музыке Ответить на вопрос, кто же был инициатором создания Крим, крайне сложно Каждый из участников группы впоследствии будет заявлять, что это именно его детище Например, Клэптон лелеял надежду, что Крим будет чисто блюзовым коллективом Однако большую часть оригинального материала сочинял Джек Брюс На пару со штатным поэтом Питом Брауном И уже первая песня, сочиненная тандемом Брюс Браун «Я чувствую себя свободным» плохо умещалась в стилистические рамки В ней был и блюз, и поп, и входящая в моду психоделия Хотя основным вокалистом считался Брюс, эту песню он пел с Клэптоном поочередно При этом Эрик впервые использовал в записи гитары так называемый женский тон Перегруженный, но при этом приглушенный и певучий Песня стала вторым синглом группы и их первым крупным успехом в британских чартах Немного позже они пополнили дискографию дебютным альбомом В начале своей деятельности Крим сконцентрировались на наэлектризованном традиционалистском блюзе Однако их песни свидетельствовали о том, что команда не зацикливается на блюзе Что нашло подтверждение на следующей пластинке, вышедшей в конце 67-го года Самым же знаменитым хитом со второго альбома стала песня «Солнечный свет твоей любви» Тяжелый риф, который гитара и бас играют в унисон Войдет в классику рок-музыки и породит множество себе подобных Сочинить стихи на подобный риф оказалось делом непростым Брюс и Браун безрезультатно просидели всю ночь и только под утро поэт глянул в окно и произнес первую строчку «Близится утро, огоньки закрывают свои усталые глаза» Затем подключился Клэптон и досочинил припев и часть текста Труднее всего было найти подходящую барабанную партию И здесь на подмогу пришел продюсер Том Даут Который посоветовал Бейкеру стучать в ритме мрачных индейских там-тамов Но по версии Бейкера он додумался до этого сам Крим сразу поняли, что сотворили нечто Однако владелец Atlantic Records Ахмед Эртугюн обозвал песню психоделической бредятиной И не то что синглом, даже треком в альбоме видеть ее не хотел Переубедить его смог только авторитет таких видных музыкантов Как Букер Т. Джонс и Отис Рэдинг, ставших на защиту песни В конце 1967 года она была издана на сингле И стала настоящим прорывом группы в США Где о Крим до этого почти не знали А в 1968 году песню исполнила уже сама Элла Фиджераль Со всеми ее джазовыми вокальными штучками Вскоре вышел третий альбом Который возглавил хит-парад США И стал первым двойным альбомом в мире Достигшим платиного статуса по продажам Трио теперь явно отошло от блюза Начав исследование в русле нарождающегося прогрессив-рока С необычными ритмическими структурами И включением дополнительных инструментов Вторая пластинка альбома отводилась под живые записи группы Которые отражали всю концертную мощь Здесь же находилось исполнение Crossroads Звездный час Эрика Клэптона Одна из лучших его записей На самом деле эта песня одна из самых известных записей Американского блюзмена Роберта Джонсона Выпущенная в 1937 году Историк Леон Литвак утверждает, что песня относится к общему страху чернокожих американцев Которые шли в одиночку в темное время суток И что Джонсон, скорее всего, поет об отчаянии найти дорогу домой Из незнакомого места, опасаясь линчевания Кроме того, текст может являться намеком на комендантский час Который был объявлен для чернокожих на юге США Также предполагается, что эта песня и о более глубоком и личном одиночестве Между тем, в песне главный герой отправляется на перекресток На котором пересекаются судьба и предназначение Там он молит Господа о милосердии А затем отправляется в путь в поисках помощи и понимания Позже ряд музыкантов записали каверы на эту песню Но самой известной стала версия группы Крим Именно в их версии песня попала в список 500 величайших песен всех времен По версии журнала Rolling Stone На альбоме была также величественная композиция «Белая комната» Которая дала команде еще один хитовый сингл Побывавший на верхней строчке штатовских чартов Очередное творение Брюса и Брауна Украшенное ритмом болеро от Бейкера И пронзительной гитарой от Клэптона Песенка об одиночестве в белой комнате с черными занавесками Вышла довольно депрессивной А Браун вообще удивлялся, что из его монолога о новой квартире Смогло получиться нечто стоящее Впрочем, грустный тон песни не помешал впоследствии компании Apple Использовать ее в рекламе партии белых макинтошей Однако, наиболее необычная песня прозвучала на сольнике самого Брюса Записанном в 2001 году при участии Клэптона Новая версия была сделана в латиноамериканской аранжировке Ну а концерты группы Крим проходили со значительным размахом На стадионах негде было упасть яблоку Несмотря на признание и популярность, коллективе начали накаляться страсти Между Брюсом и Клэптоном все чаще происходили конфликты Ситуацию усложняли еще и постоянные ссоры Бейкера и Брюса Устав от вечных споров и ссор, Клэптон стал потихоньку отдаляться от группы И уже больше времени уделял сторонним проектам Например, в 68 году он сыграл в песне своего друга Джорджа Харрисона С белого альбома Beatles А скрим было решено покончить Отыграв последние концерты в конце 68 года Музыканты объявили о распаде Им уже до такой степени было сложно вместе Что последний студийный альбом группы С символическим названием Goodbye Был выпущен в 69 году посмертно Как ни странно, на нем присутствовала моя любимая песня группы На этот раз ни Брюс, ни Браун в написании песни участия не принимали Ее сочинил Клэптон Да еще вместе со своим другом Джорджем Харрисоном Текст у песни вышел довольно странный Я понял лишь то, что он о былой любви Об остальном судить не берусь Еще более странным вышло название Слово Bage в тексте не встречается вообще Все дело в том, что название родилось в результате ошибки Клэптон, глядя на перевернутый листок с нотами Принял пометку Bridge, то есть мост За название, да еще и прочел его неправильно, как Bage Так оно и прижилось По словам Харрисона, во время сочинения песни присутствовал и его коллега Ринго Старр Причем изрядно пьяный Что не помешало барабанщику Битлз добавить в песню строчки про неких лебедей, живущих в парке В общем, песня получилась во многих отношениях необычной для группы Во-первых, довольно короткой Во-вторых, главным вокалистом здесь выступил Клэптон, а Брюс только подпевал В-третьих, композиция стала единственной песней группы, в записи которой приняло участие аж пять музыкантов Кроме Харрисона, еще и продюсер Феликс Паповарди, сыгравший на фортепьяно и мелатроне Клэптон и Бейкер еще играли какое-то время вместе в недолго просуществовавшей группе Blind Fate После чего Эрик имел успешную сольную карьеру Возможно, когда-нибудь я дойду и до нее А Брюс и Бейкер, к сожалению, не смогли достичь такой популярности, как во времена Крим Хотя постоянно были заняты в различных интересных проектах в области рока, джаза и экспериментальной музыки Огромной неожиданностью стала новость о том, что музыканты опять соберутся вместе Чтобы отыграть концерт в престижном зале Альберт Холл В 2005 году музыканты сдержали обещания, сыграли практически все топовые композиции группы Но разбежались они так же быстро и внезапно, как и собрались Бейкер и Брюс так и не сумели найти общий язык И в итоге окончательно объявили, что Крим больше никогда не будет Но в чем же именно заключалось величие и влиятельность Крим? Кто-то говорит, что лондонское трио заложило основы хард-рока Кто-то даже заявляет, что в своей музыке Крим демонстрировали зачатки металла Ясно лишь одно Те тяжелые грузные рифы, высекаемые гитарой Клэптона Которые к тому же нередко искажались различными эффектами Являлись для музыки 60-х чем-то совершенно новым и даже революционным Может в некоторых моментах Крим и не были явными первооткрывателями Но все то удивительное многообразие блюз-рока и хард-рока 70-х Прямое следствие их музыки Субтитры создавал DimaTorzok